Добрый день! Мы начинаем с вами сегодня серию интереснейших роликов по арт-терапии. Что же это такое? Мы изучим 4 направления, которые называются Зен-Арт, разновидность его Зен-Тангл, это Дудлинг и это Нейрографика. Мы коснемся всех 4 направлений в 4 роликах. И начинаем мы с Зен-Тангла. Что же это такое? В переводе Зен означает путь, а Тангл – узор или завиток. Придумали эти направления, ну, придумали громко сказано, рисуем телефонные рисуночки мы практически все, но это определилось в такое течение благодаря двум интереснейшим людям. Это бывший буддийский монах и художница, муж и жена. Давайте мы посмотрим на вот такую вот заготовочку, которую я сделала с элементами Зен-Тангла. Основатели этого направления – Рик Робертс и Мария Томас. И однажды просто муж пришел и увидел, как жена рисует какие-то свои на квадратиках таких маленькие чудесные картиночки. Ну, она художница, ей положено, но он обнаружил удивительную вещь, что все, что она создает, при этом она впадает в такое состояние полумедитативное, которое он достигает с помощью медитации глубокого такого глубинного растворения, созерцательного такого состояния. И они запатентовали этот метод. В основе этого метода лежит рисование в квадратах. Можно рисовать отдельные картиночки 9х9 см, а можно создавать разные картинки, состоящие из квадратов. При этом внутри квадрата всегда самостоятельная какая-то композиция. Мы создали такую независимую вам сделала подсказочку. А обрабатывать мы этот рисунок будем с помощью портретов. У нас вообще будет 4 портрета взятых у великих мастеров. И эта работа вы видите. Посмотрите. Элеоноры Порписхью Брикдейл. И называется она Ангел Благовещения. Вы видите, что она держит в руках лилию, этот ангел. Это дама такая в виде ангела. И мы с вами погрузимся в удивительный творческий процесс, который позволит нам расслабиться, умиротвориться и найти какие-то новые в себе резервы. Итак, мы начинаем с вами работать над картиной в стиле Зентангл. Мы поговорили немножечко уже об этом стиле. Что нам понадобится? Лист ватмана, распечатка, которую мы приклеили. Ну, обычная ксероксная бумага. Дальше нам нужен будет карандаш, резинка. Ну, такая замечательная линейка, например. И самая обычная черная ручка. Ну, какая угодно. Не обязательно там супер-пупер профессиональная. Итак, что мы сделали? Мы приклеили сначала на сухой клей этот рисунок. И затем, видите, прочертили клеточки. Через 3 сантиметра разбили на эти самые квадраты, которые нам так необходимы. Дальше у нас с вами есть вот такой вот листик. Я вам его сейчас вот покажу. Отсюда мы будем брать наши узоры. Я их срисовала там с самых разных картин. Плюс вы сейчас видите на экране узоры, которые сама там напридумывала. Ну, в общем, это все рождается довольно-таки спонтанно. И, скорее всего, мы даже туда и заглядывать не будем. Но, тем не менее, вот как такая подсказочка может вам пригодиться. Оно может здесь вот так рядышком лежать. И мы с вами приступаем к заполнению рисунка. И сейчас попробуем это делать, исходя из ситуации вообще. Что у нас с вами получится? Вообще, вы знаете, что когда Бог создавал Вселенную, скажем так, что же Он делал? Он прежде всего отделил свет от тьмы. И вот эта самая тема отделения света от тьмы, она как раз очень хорошо соотносится с темой клеток, вот этих самых шахмат удивительных. Это и есть свет и тьма. И мы сейчас вот с вами очень интересно. Это все и философски проработаем. Вы можете закладывать, какой хотите смысл. Мы рисуем с вами Ангела Благовещения картина. Да, вы видите, в руках у Ангела прекрасные белоснежные лилии. Вот. И я хотела бы заложить в эту работу такую смысловую нагрузку. Может быть, зарядить как стихиями. Разными стихиями. В данном случае это стихия водная, такая женственная, когда мы рисуем линии. Вот, видите, мы заполняем каждый квадратик отдельно, исходя из изображения. Так как это Ангел, я хочу на брови, допустим, написать вот бровь сделать как слово Ангел. Вот так, допустим. Ну, почему бы и нет. На самом деле, сам рисунок во многом диктует, как и что мы будем с вами рисовать. Ну, допустим, вот такой вот чудный воротничок, к примеру. Не обязательно совершенно, чтобы абсолютно одинаково, например, был это заполнен рисунок. Вообще не обязательно. Вся прелесть этого рисунка в том, что никогда не знаешь, куда это к тебе приведет. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok